Тауэрский мост. Одна из основных достопримечательностей Лондона и один из символов Англии. Несмотря на то, что мост находится в Лондоне, лондонским он не является. Как так? Спросите вы меня. Да просто это два разных моста. Есть отдельно Тауэрский мост и есть отдельно Лондонский мост. Тауэрбридж и Лондонбридж. Соответственно, Тауэрбридж относительно молод, так как его строительство началось в 1886 году и было завершено в 1894. Начиная со второй половины 20 века Тауэрский мост начал завоевывать международный успех, став одним из главных символов Лондона, который опережал только Биг Бен, а затем Трафальгарская площадь и Лондонский глаз. Кстати, Тауэрбридж и Лондонбридж являются соседями. Лондонский мост расположен выше по течению, Хотя эти два сооружения имеют совершенно разные истории и архитектуру. Тауэрский мост представляет собой разводной мост длиною в 244 метра с двумя опорными башнями высотой в 65 метров. Средний пролет между ними разбивается на два подъемных крыла, которые весят более 1000 тонн каждая. Для пропуска судов они могут подниматься на угол 83 градуса. Каждое крыло снабжается противовесом, которое минимизирует затраченное усилие и позволяет быстро развести мост. Благодаря современным технологиям ему удается открыться всего за 90 секунд. Некоторые записи того времени свидетельствуют о том, что первый камень моста был заложен 21 июня 1886 года принцем Уэльским, будущим королем Эдуардом VII. Для его создания понадобилось почти 8 лет и труд 432 рабочих. Его архитектор Хоррес Джонс умер в 1887 году, еще до окончания работ. До того, как мост был построен, единственным способом перехода с одного берега Темзы на другой был тоннель Tower Subway под рекой, прохождение через который обходилось в один пенс. Нет, ну вы можете себе такое представить? Платить за проход в тоннеле. Через какое-то время и этот, и другие тоннели были закрыты и их сменили мосты. Один такой туннель, правда, все же сохранился, и им можно воспользоваться и по сей день в районе Гринвич. Гринвич, кстати, один из моих любимых районов, и я неоднократно бывал там и делал оттуда видеовыпуски. Вы можете зайти на мой второй канал, Smaps Education, где я делал обзор на университет Гринвича. Название моста, которое дословно можно перевести как башенный мост, связано не с его башнями, а с тем, что мост расположен недалеко от одноименного музея крепости. В 1977 году, в честь серебряного юбилея царствования королевы, Тауэрский мост перекрасили в цвета флага – красный, белый и синий. Тауэрский мост сегодня является одним из пяти мостов английской столицы, перешедших под собственность и управление City Bridge Trust. Это благотворительная организация. Наверху в башне Тауэр-Бридж находятся галереи, которые стали музеем в 1982 году – The Tower Bridge Exhibition. Он иллюстрирует историю моста с помощью интерактивных маршрутов. Вы также здесь можете увидеть паровой двигатель, который был источником энергии механизма до 1976 года, когда система была электрифицирована. Крытый проход, открытый для публики, предлагает замечательный вид на реку Темзу. В музее есть возможность посетить экскурсию к гидравлическим кранам, находящимся ниже уровня воды и разводящим мост на сегодняшний день. А еще здесь есть смотровая со стеклянным полом, с которой вы можете окинуть Лондон взглядом с высоты в 42 метра. Как мы уже поняли, музей был открыт только в 1982 году. Вас не интересует, что было здесь в предыдущие 100 лет? Все просто. Башни соединены между собой и ранее были предназначены для пешеходов, которым было необходимо перейти Темзу в момент разведения переправы. Но жители Лондона неохотно пользовались этим надземным переходом. Видимо, лень было подниматься на столь высокую башню. Тауэрский мост в цифрах. 11 тысяч тонн. Столько стали потребовалось для строительства. 21 тысяча автомобилей каждый день проезжают по мосту. 300. Это количество ступеней, преодолев которые можно добраться до башни. 50. Столько раз в день разводили мост раньше. Сейчас это делается всего несколько раз в неделю. Тауэрский мост разводят по особому графику, который составляют сотрудники моста. Для прохода крупных судов и график невозможно скорректировать, даже ради проезда випперсон. Связано это с двумя моментами в истории. В 1952 году лондонский двухэтажный автобус оказался на мосту в момент, когда он разводился. Тогда водителю пришлось ускориться, чтобы буквально перелететь с одного края на другой через пропасть в один метр. Водитель был награжден, а в 1997 году кортеж американского президента Билла Клинтона был и вовсе поделен на две части из-за разведения моста. Есть и другие интересные и местами забавные случаи, связанные с Тауэрским мостом. В 2003 году мужчина по имени Дэвид Крик проник на мост и провел там почти неделю. Особое любопытство и ажиотаж вызывал тот факт, что Дэвид был одет в костюм Человека-паука. Мост был перекрыт почти на неделю. Рядом с Лондоном в Индзоре есть Леголэнд. В этом парке находится точная миниатюрная копия Тауэрского моста. И конечно мост является звездой многих фильмов. Он появлялся в Шерлоке, Холмсе, Человеке-пауке, Мумия возвращается, Паддингтоне и Дневниках Бриджит Джонс. Есть и очень забавный факт. Тауэрский мост, как я уже сказал раньше, очень часто путают с Лондонским мостом. Путаница так популярна, что в одно время, в 1967 году, один олигарх Роберт Маккалахом приобрел Лондонский мост. При этом он был полностью уверен, что приобретает Тауэр Бридж. Без сомнения, Тауэрский мост – знаковое место в Лондоне, которое прекрасно в любое время дня и года. Однако, если время позволяет, понаблюдайте за мостом и в вечернее время суток, когда уже стемнеет. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить ему лайк. Также заходите на наш второй канал, Smaps Education, где мы рассказываем много о зарубежном образовании и учебных заведениях в разных странах. И конечно, если вам интересно узнать о какой-нибудь интересной британской достопримечательности, пишите об этом в комментарии. И мы обязательно сделаем о ней выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok